всем привет друзья что в первую очередь приходит в голову иностранцам когда они думают о молдове молдова это вино молдова это плацинды ну и конечно мамалыга но еще 200 лет назад оказывается появились у нас первые кофейни друзья и сегодня я приехала в гости к очень известному человеку который связан с кофе вы уже наверняка догадались что это александр стукалов мы будем не только говорить о кофе а также еще о местах в городе где вы сто процентов бывали каждый из вас но вы наверняка знаете какая историческая ценность у этих мест и вообще какая история поэтому сегодня объединяем кофе историю прогулки по нашему любимому городу ну что поехали александр здравствуйте я до вас наконец доехала все готовлю кофе именно кофе пушкинский кофе и мы будем с вами веселись ой как все красиво выглядит и кексики друзья и кофе непростой сейчас александр расскажет почему этот кофе называют пушкинским и так как сегодня у нас вообще выпуск не студии как вы уже успели заметить в гостях у александра это кстати мы не часто александр выезжаем вне студии поэтому только к тем кто вот нас так себе приглашает только к друзьям выезжаем в гостях студии значит смотрите давайте сначала выпить глоток водички кофе надо пить а я всегда думал что сначала кофе а потом воду нет нет кофе надо выпить глоток воды для того чтобы омыть рецепторы чтобы был и после каждого глотка кофе делаю точек водички чтобы получали от каждого глотка максимальное удовольствие ага давайте тогда все вот так и сразу глоток кофе да это кофе мы называем пушкин стайл кофе вот в случае вот такой шум это жарится этот кофе кофе который мы жарим сами на месте я объясню почему в 1820 году в кичунев заехал александр сергеевич пушкин но в принципе еще в 1815-1817 году и вот друг полицея великой кухельбекер написал хитриня кофе о кофе я тебя пою и пушкин пил кофе в петербурге потому что в петербург культуру питья кофе привез петр первый хотя пьет кофе его отец вознакомился с кофе но именно петр первый ввел моду на кофе в петербурге что там даже между прочим в этот кунст камеру когда ты заходил в кунст камеру тебе давали либо рюмку водки либо чашку кофе только вот неизвестно что больше пили кофе или водку вопрос спорный хорошо так вот и кофе пили там немецким голландским способом больших кофейниках такой мешочек с крупно смолотыми кофе вешать и кофе пили такой это мне тоже еще в тогда петербурге появились кофейники самовары какие-то вот начало 19 века кофейники и самовары когда это опять же в этот самовар вешался мешочек с крупно смолотым кофе и вот такая была культура питья а тут в бессарабии куда приехал пушкин вы жили тут были штурки и мы чем прочим вот в 1818 году мы когда будем делать с вами прогулку по парку мы фамилии вельман вернемся александр фомич вельман который написал посмотреть на борьбу булгарскую джок молдаванский музыку цыганскую кущи жидовские лавки греческой кофейни турецкий ливерская марчендарь дальмоде французской поменять рубли русские на мелочь австрийскую как здорово после тихий провинциальных переулков белокаменной москвы очутиться на перекрестках где сталкиваются все древние народы азии и европы и живут в мире согласии 1818 год куда я скучал ве 18 тысяч пятьсот девяносто кончатки подводки что уже около 200 лет у нас уже кофе и три кофейни и три кофейни были в 1818 году в кишиневе на 18 тысяч жителей понимаете какая ситуация сколько лет ну да 1 молдаване выпил кофе вообще в 1509 году это если это не куча вот и по этой причине а тут перед турецкий кофе когда стала искать оказалось что и кишинев и одесса тут была очень большая культура турецкого кофе это если в петербурге пили бразильский кофе по цене 17 рублей за полу то тут пили аравийский кофе который кофе был с эфиопии с емена который стоил 34 рубля путь и я стал искать и постарался подобрать именно тот вкус кофе который по моему по моему мнению пил пушкин в кишиневе потому что тот же ведьман оставил воспоминания как пили кофе молдавские бояре в кишиневе и плюс ко всему прочему пушкин потом уже будучи в одессе в кишиневе начал писать евгения онегина в 1823 году и потом в одессе как мусульман в своем раю с восточной гуще кофе пью александра вы скажите чем-то пушкинский кофе отличается от современного турецкого или нет или рецепт нет это турецкий кофе значит этот турец кофе по-восточному турецкий приготовленный джезве джезве и брик турческий барумына брико по-гречески это классический способ потому что турецкий кофе в тысяча в 2013 году стал как был признан нематериален на среднем юнецко нематериален на среднем юнецко но пушкинский кофе именно я пытался подобрать тот вкус кофе как пили в кишиневе 200 лет назад по моему мнению то есть вот те сорта кофе потому что это кофе с историей поэтому если вы хотите не просто наслаждаться вкусом кофе а еще из такой красивой истории правдивой что тоже немаловажно это правило есть подтвержденные факты на исторический я ношу в турецкий фест почему я ношу турецкий фест вот кстати я хотела всегда я когда смотрю на вас на фото на видео ваши эфиры которые вы делаете вот у меня всегда был в голове вопрос почему как как правильно называть а потому что она называлась в операции молдаванской шапочкой так и называлась еще за еще называлась скуфи жидов когда пушкин писал почему тут есть интересная история во-первых тут жили долгое время молдова была под протекторатом турции там были турки а в каушанах была ногайская орда вот то есть опять же в 1000 мы еще вернемся к этой личности свинин тугой в 1815 году а кишинев перешел под юрисдикцию россии в 1812 году царь александр первый направил в кишинев чиновника но к тому же и писателя свинина тугого которого который сопровождал мы чем молдавский писатель константин стомати вот и константин стомати о том что было все в бессарабии рассказал пушкину вельману пушкин рассказал гоголя гоголь написал ревизор это между прочим это раз это вот такая ситуация а к тому же свинин писал что жиды то есть евреи что так называют двух видов тут оказалось у нас кишиневе в то время жили евреи при прежней с польши и германии носившие немецкое платье и были евреи турецкие фарды которые носили входили в турецкой одежде и ходили в турецкие феврике между прочим в турецкие феврике ходил пушкин ходил пушкин потому что молдавский писатель константин негрудцы которому в 1822 году значит вот наш кофе константин стомати познакомился с александром сергеевичем пушкин и потом написал такую вещь у есть гречанка посвящение калипси полихроник которая находилась это была гречанка который когда по многим была любовницей байрона и также входят в донжанский список пушкина и они он видел пушкина бродящего одетого в черный костюм и красный фи турецкий фес вместо скалипси они гуляли по парку то есть и часто пушкин ходил в такой феске по кишиневу в такой фесках ходила очень много людей в кишиневе и вот смотрите сейчас я покажу вот я возьму сейчас кофе вот это кофе возьму машина закончила работать кофе поджарился а теперь он должен отдохнуть сейчас я его высыплю свеже обжаренный кофе с не сильные обжарки не сильные обжарки а его надо вот так делать нет не надо все он должен он должен еще он должен еще должен стоять сутки потому что он еще будет в течение суток выделять газы которые образовались в процессе обжарки и формируется вкус и вообще-то то есть через пять-шесть дней можно будет пить хотя и те же самые бедуины и эфиопы пьют кофе сразу после обжарки но в принципе последние технологии шоков лежу постоять чуть-чуть а есть кофе который надо типа с десятого пятнадцатый день так как мы не бедуины и не эфиопы все-таки он должен еще сутки постоять чтобы он потом он сейчас выделяет газы друзья ну что пока александр рассказывает этим прекрасной истории я наслаждаюсь пушкинским кофе и могу сказать что мне на самом деле очень нравится я кофеман за кадром я уже говорила о том что в последнее время я отказываюсь от такого количества кофе как я раньше пила вообще такой кофеман было раньше по три-четыре чашки в день сейчас немножечко уменьшаю количество хотя александр также за кадром со мной ну не то чтобы спорил но 10 чашек кофе в день пью до 10 в день ну бывает 2 бывает 8 в этой 10 и нормально себя чувствуете при этом вот я хотел показать еще вот пропитанный кофем запах да и пропитан запах вот тут у нас получается маленькая кофейня музей до кишиневска кофеина поджидать уголок у меня кишиневский вот посмотрите вот эта вот интересная работа это был художник герасимов называется кишинев веке это где-то какого года 1995 год не подарил его сын лёша герасимов это вот кишинев это люда инусова сейчас она живет в курске вот там есть работа внизу очень это мне подарила таня бену это акварель антонины грищук вот это кишинев это кофе нарисует аня пронина это нарисованная вот это очень интересная картина тиранина покойный артист и театра чехова который еще рисовал ты когда был юбилей я паша дуганов мне вынудил это купить картину я за это очень сильно благодарен домик на иринопольской вот пластинка кишиневской вот это вот фотография сзади это мне подарил мой товарищ который собирает открытки который собирает открытки фотография какого года это значит эта фотография этот дом шварцмана да где находился торговый дом шехтера во время в межвоенный период тут было французское консульство и тут же была знаменитая кофейня манькова до 1903 года это здание на этого это находится наискосок от здания национального дворца наискосок там сейчас вот кассы театральные это здание войну нам увы было разбито это фотографии аукционные фотографии и значит тоже одна из первых вообще когда фотографии в принципе появились да это вот это было сделано значит там написано что она подписана в девятьсот четырнадцатом году из 3 значит город луганск отправлена из террасполя там находился запасной полк кто-то значит из солдат или прапорщик кто-то там был написал письмо открытку и отправил ее в луганск это вот она такая история тоже интересна это все видите это все связано с кишиневом вот там вот видите висит это вот например это вот конец 19 века это приспособление для обжарка там три приспособления для обжарки кофе а нижняя нижняя самая большая это конец девятнадцатого века то есть вот таким образом просто человек встал на печку коров зерно и крутил то есть тут сейчас у нас это крутил автомат да вы здесь александр собирается коллекцию со всем мира да можно сказать маленькая часть моих этих кофейных штук потому что у меня была выставлять часть по складам лежит у меня просто была выставка в музее один раз музей истории три выставки в музее этнографии если до сих пор мечта сделать мечта кофе и кишинева такой музей есть мечта такая вот поэтому я собираю и тут я читаю лекции то есть за делу дегустации кофе и рассказываю о кишиневе о кофейнях кишинева потому что например базумит и маньков там где площадь мы будем проходить пружу было было ипорхиальный дом то было кафе терроза фереску филиал бухаретской шоколадной фабрики у нас было кофейня коваля там ведь театр оперы и балета куда любил приходить тома черного понимаете тут это все кишинев пробитым кофе кофейня манькова знаменитая вот там сейчас находится это вот тесно пропитана кофе истории да и больше знаете в кишиневе раньше есть воспоминания что после того когда в кофейнях подавали мороженое после брода подавали стаканчик теплой воды чтобы промыть гола а вы еще у нас была такая кофейня была варшавская от дробулиса и валиса там сейчас это улица и минеску улица штефана челмаре там когда-то был гринхиллс мистеру помните да там был кафе днестр так вот там была варшавская ходительская в 1916 году они очень сильно рекламировали и в журнала такая реклама конфеты леденцы конфеты леденцы от кашля фруктовые и иллюзионные долго искал что такое лезионные леденцы оказалось в начале двадцатого века каши лечили при помощи кадаина это были леденцы с кадаином поел леденцы и у тебя иллюзии иллюзии да интересно это сейчас каким способом сейчас такие леденцы мы пользовали да это даже представляется не надо да 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 такое лучше вот так классично интересно но но как история так как факты это было александра вот я сейчас допила кофе и смотрю на гущу как вы относитесь вообще к гаданию на кофейной гуще вы вообще гадаете нет я не гадаю но я хочу сказать я подгадаю нет я подряд я у меня сделал уже курс еще запущенные школа гадания на кофейной гуще потому что он преподавать если вы не гадайте нет я не гадаю но я знаю как надо потому что есть правильный вы сами не гадаете в первых и подавать как надо этого чтобы для того чтобы гадать так вот для того чтобы читать надо знать азбуку правильно во первых для гадания должен быть специальный кофе. Я знаю, какой. Надо быть специальная вода. Я тоже знаю, какая. Но, во-первых, опять же, то есть... Так, а почему вы тогда не гадаете? Вы и кофе знаете. Я не хочу гадать. Не хочу. То есть вы просто обучите уже, просто гадают сами. Опять же, надо как держать ручку. Куда ее держать. То есть, когда ты гадаешь на себя или гадаешь на другого, в какой руке, как ее переворачивать. Это вы все обладаетесь знанием. Я знанием, я специально готовился, я знаю, как это делать. Хорошо, но вы в это верите? Это вообще правдиво на кофейной гуще? Значит, вы знаете, Пушкину-то нагадали смерть от белой головы, гадалка. На кофейной гуще? Да, на кофейной гуще нагадали ему смерть. Очень многие вещи есть в жизни, которые сбывались. Вам когда-то гадали на кофейной гуще? Нет, я принципиально не хожу, гадаю, не гадаю, потому что у меня есть нехорошие вещи, связанные с гаданием, и я не хочу знать, что будет. Я думаю, может, там на кофейной ради интереса. Я не хочу знать, что буду впереди. Не хочу принципиально. Но если другие захотят, то вы будете обучать, да? Да, потому что есть, например, опять же, если есть гадания на кофейных зернах, на кофейных зернах, и на зернах есть? Да, на зернах. На зернах есть. Когда ты гадаешь на кофейных зернах, ты должен с этим мешочком кофе ходить сутки. Гадать только надо раз в месяц, чтобы это было. Чтобы кофе пропиталось твоей энергией. Погадать нужно сутки ходить? Нет, ты берешь мешочек, и там надо брать 16 зерен кофейных, их надо положить в мешочек, и ходить сутки, и спать ночью под подушкой. чтобы это кофе восприняло твою энергетику и пошло в мировое поле, все, которое есть, понимаете? То есть там есть очень много правил, нюансов есть. Александр, ну хотя бы давайте так, кто захочет, он запишется к вам, придет на эти курсы? Мне кажется, это интересная тема. А у меня есть гадалка, которая будет принципиально, которая умеет гадать, которая будет гадать. Ну хотя бы один какой-нибудь, одно такое простенькое гадание для наших телезрителей, вот кто вот так выпил кофе и хочет погадать. Нет, это не буду, нет, зачем? Это вот это самое, вот понимаешь, потому что это слово, это очень серьезные вещи. То есть это нельзя хоть что-то одно сказать? То есть вопрос, например, когда даже гадали на кофейных зернах, они говорят, даже в день гадания кофе пить нельзя. То есть понимаете, какая ситуация? То есть есть определенные вещи, которые, то есть одно дело, когда, предположим, будем учиться, будем пить кофе, все делать. Это править, как делать, но это не означает, это гадание, это, то есть вот там же написано, что когда вы гадаете на кофейных зернах, ни в коем случае нельзя пить кофе в этот день. То есть вопрос, я научу, как это делать, покажу все эти нюансы, но потом, потом, когда будете гадать, вы должны раз в месяц желательно в день кофе не пить и погадать, задать правильные вопросы. То есть там очень много вещей, которые... То есть вы сейчас не хотите говорить, потому что есть много нюансов, которые должны, чтобы сработало, вы должны знать эти нюансы, все люди, кто захотят. Ну, друзья, наблюдайте за новостями Александра Стукалова, возможно, если вы хотите, потому что без шуток многим это интересно. Ну, понимаете, я хочу сказать, что вот в последнее время я вот этим... Мне нравится, что делать, мне нравится делать дегустом. Вот видите, на телевизоре выставлена, например, реклама. Да, я обратила внимание на телевизоре. Так, а заметь, посмотри, вверху написано... Первый завод турецкого кофе, вот я сейчас читаю, что там... Да, а внизу что написано? Так, внизу... Внизу, да, первый завод турецкого кофе. А там, например, кофе от Турчанска. То есть это реклама периода королевской Румынии. Вверху либо румына на латинице, а внутри, внизу как написано. Потому что, оказывается, в Бессарабии, если в Советском Союзе, в Советской России произошла реформа русского языка, где убрали ять, до 44-го года в Бессарабии писали по-старому, с ятьем совсем. Да, 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 я обратила внимание. Так вот, поэтому это вот реклама именно периода Интербеллика, межвоенного периода, когда у нас вот в Кишиневе, между прочим, издавался такой журнал «Золотой петушок» в 1934 году. Игорь Северянин был его главный редактор. Ты можешь себе представить? И людям сюда писали, и Бунин сюда, они писали, первый раз отдавали. Три номера это было в Кишиневе, это 1934 год. Надо же, это... Так вот, это, понимаете, Кишинев, это потрясающий город, вот тут, где мы находимся, на бассейне, да, вот тут, оказывается, потому что вот где здание правительства, вот тут в 1813 году митрополит говорил Бандулевску-Бадони, начал строить митрополию. И вот это все, вот этот весь этот квартал, тут это были сыны митрополии. Мы сейчас с вами пройдемся, друзья, по нашему замечательному городу все покажем. И да, и вот тут, где бассейн, там был пруд, оказывается. Пруд? Пруд, понимаешь, Костяказ? Это все, вот как оно, ничего не... Был пруд теперь бассейн. Да, был пруд, как-то все равно, спустя годы, все остается по-прежнему. Перед тем, как мы пойдем на прогулку по городу, вот еще один вопрос, то есть с гаданиями разобрались, кто захочет, придет обучиться, а вот гущу, да, кофейную, можно ли ее, я даже не знаю, как правильно, чтобы это прозвучало, сформулировать. Использовать еще. Не, 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 съедать ее. Есть такая культура. А, есть культура уже, я люблю, допустим, я выпила кофе, я потом ложкой вот ела, даже сейчас видно, что я пыталась выпить эту гущу. Это правильно? Слушай, если в Судане, в Судане едят кофейную гущу. А, да? Идят кофейную гущу. Я как в Судане, друзья, не знала. Нет, понимаете, вопрос в том, что вот как-то у меня был кофе. Но это не вредно, это можно, да? Как это может быть вредно? Ну, не знаю. Кофе – это раствор, в котором 98,2% воды и 1,8% растворимых сухих веществ. Кофе может быть приготовленный. Вот видите, там есть представитель для холодного приготовления кофе. Это там кофе cold brew, это голландская, будем говорить, голландская кофеварка, а метод киотский, потому что это придумали голландцы из Индонезии в конце 18 века в Японии. Когда кофе в течение суток, капля за каплей холодный кофе просачивается через молотый кофе, вымывая все ароматические вкусовые вещества. То есть этот мир кофе многообразен. У меня тут есть вот эта индийская кофеварка «Добра», называется «Добра». Вот это называется вьетнамская кофеварка. Я так правильно понимаю, это все из Индии, из Вьетнама? Да, вот эта такая штука называется «Аэропресс», изобретен в 2005 году в Америке. То есть сюда тоже вот это. Вот это у меня, это бельгийская кофеварка, которая похожа на вьетнамскую кофеварку. То есть, понимаете, вот это вот, вот это, вот это наполитанский кофейник знаменитый, который ставится на огонь носиком вниз, ставится кофе, потом, когда вода вскипела, переворачивается. И об этом даже весь и в кино, и театр играли. То есть это другая культура, которой у нас сейчас нет. То есть это уже не делают. Вот это уже такие музейные вещи. Это музейные вещи, друзья. Эти музейные вещи. Со всего мира. Со всего мира, да. Разные кофеварки, все. Тут, вот тут находятся молочники. Это все, как вам сказать, это все история кофе. Тут вот наверху, между двами, это тоже антикварная вещь. Это вот тоже, это Австрия, конец 19 века. Александр, ну я заметила, что чаще вы готовите кофе. Кофейник Даля, который делает его самое, саудиты пьют его. Такие тоже необычные все и по форме, и по внешнему виду. Но вы чаще готовите кофе без молока. Нет, я готовлюсь молоком, у меня есть другие варианты. Но вот это, например, есть очень интересный рецепт у меня, который мне научила жена посла Катара. Когда тот был первый посол Катара, его жена, госпожа Айша, научила меня другой кухой пить. Потому что у меня был тогда румынский кофе, который делал Михаил Флорецку под названием кофе Абуничий. Так, как пили в Бухаресте после войны 20% арабики, 30% арабусты и 50% наута, этого турецкого гороха. Он очень нежный кофе. И вот она мне все выпила, и я пришел, говорит, с кардамоном подошел. Она говорит, а положите это сгущенное молоко. Я хихикнул, потому что никогда не знал, что можно это арабский кофе пить. Оказалось, это настолько вкусно. То есть, понимаете, есть вещи, которые мы не знаем. У нас есть, сейчас мы делаем балканский кофе. То есть у нас есть кофе со специями, по-мавритански. То есть я ищу вот эту культуру, культуру джизе, потому что именно первый молдаванин пил кофе в 1509 году. То есть молдаванин пил кофе 500 лет. И именно пили так джизе, это турецкая культура. То есть, Александр, можно экспериментировать что-то? Можно, можно. Открывать какие-то рецепты новые, какие-то вкусы, да? Так это, понимаете, вопрос-то и в том, что добавлять можно. Вот, например, я могу сразу сказать рецепт, например, кофе армянский. Мне научили армяне. То есть вы берете, но он безалкогольный. То есть вы должны, скажите, вы когда варите кофе в джизе, кладете туда кофе в джизе. Потом, если пьете сахаром, кладете сахаром. Потом наливаете одну или две ложки коньяка без воды. И ставите на огонь, чтобы начало пропитываться кофе этим коньяком. Ее время нагревания испаряются алкогольные пары, и кофе пропитывается вкусом коньяка. А потом вы наливаете воду и варите кофе уже. И у кофе получается вкус коньяка, но алкоголя там нет. А, друзья, мне кажется, этот рецепт всем очень понравится. То есть это и можно из руль потом, получается, сесть, но при этом вроде как будто с коньяком. Вот сейчас мы тоже, мы сейчас, вот мы, друзья, восстановили сейчас рецепт бессарабского еврейского бальзама, бессарабиан джудиш бальзам. И у нас есть аидыши кофе, то есть еврейский кофе, как пили его в конце 19-х кофе евреи, с еврейским бальзамом. То есть, понимаете, эти все вещи, это вот история Кишинева, которая капелька за капелькой, говорит, я нахожу эти вещи, я нахожу эти. И скоро сколько лет вы уже собираете вот эту историю? Вот это все, Кишинев я увлекаюсь последние там лет 10-15. Ну, а кофе это почти всю жизнь так получилось, что я, мне сестра подарила чашку, я начал собирать чашки, потом я свой день рождения встретил в Перу в кофейне. И вот так, шаг за шагом, как-то вот так я пришел к тому, что у меня теперь... Пошло-поехало, кофейная такая история. У меня есть кофейные марки, у меня есть кофейные значки. А вы, кстати, книгу не писали? Нет, я сейчас пишу книгу про Кишиневе. И почему я вам придумаю, когда подожили, прогулку сделать по парку, потому что... Отправляемся, просто тут кофе с такой историей, что тут даже тяжело выйти в Кишинев. И книга будет называться «Легенды и были казенного сада и окрестностей». Потому что многие вещи... Вы, давайте, пока мы будем идти, его начну рассказывать. Потому что там очень интересные вещи, даже история возникновения нашего парка. Она тоже... В принципе, мы знаем, что его заложил Александр Первый. Да. Но, понимаете, вопрос у, например, у Пушкина тоже был у нас писатель, Хазин такой, Михаил. Вот его версия, мне больше кажется, что более правдоподобная. То есть он пришел и сказал, почему у вас парка нет? Хотя парк уже был, потому что парк у нас заложен в 1818 году. Пушев, царь сюда приехал 27 апреля. И вот он сказал, что пусть справа от митрополии, вот тут, где мы находимся, справа будет, будет парк. Потому что парк на плане 17-го года, Азмидова парк уже есть с планом, со всеми делами. Вот. Но жена Бахметьева, этого губернатора, как истинная она дочь графа Потоцкого и Жозефины Мнишек, она прекрасно сказала, мы ваше высочество ждали вас, когда вы укажете место, где будет парк. То есть парк был, ну, или подвела к тому, что царь сказал, да, будет пусть вправо, но тот, который парк уже, скорее всего, был. То есть с точки зрения логики, мне кажется, эта версия очень хороша. А мы, чем самое интересное про эту Бахметьеву, мы, во-первых, она полячка, муж ее татарин. Генерал Бахметьев, он был татарин, губернатор, без ноги. И вот Вигель, который был друг Пушкина, вице-губернатор, в котором Пушкина написала стихи про клятый город Кишинев, этот Вигель написал про Бахметьеву. Она очень любила своего безногого хворого мужа и очень сильно злоупотребляла своим служебным положением в неустроенном Бессарабском крае. Ничего в этом городе не меняется. Ну что ж, идемте гулять. Давайте. Редактор субтитров А.Семкин Вот мы находимся как раз, где были сады Метрополии. Вот там была Метрополия. А тут был пруд, друзья, вы уже поняли, где на месте бассейна. Бассейна был пруд. И мы сейчас идем, идем, мы сейчас идем к первой мужской гимназии. То есть в музее истории там была первая мужская гимназия, знаменитая. А вообще, Александр, вы знаете, мне кажется, это самое лучшее времяпровождение, вот прогулки по городу, потому что... Прогулки по Кишиневу, да? По нашему любимому городу. И не только летом, но и в осенний период, друзья, и в зимний, потому что... А Кишинев всегда прекрасен. Кишинев всегда прекрасен. Видите, какие мы патриоты. Вы говорили, что у меня там была передача, да? Ага, да, да. И у меня два дня назад на этой передаче в воскресенье была Наталья Силина. Да, Наталью знаем, конечно. Вот, так вот, она сказала, она приехала в Кишинев в 1900 каком-то году, но ей было 19 лет. И она сказала, что для нее, как он сказал, был виноградный запах Кишинева. Ага. Вот тут в парке, именно в парке, парк назывался и казенным садом, и городским садом, и публичным садом, Александровским садом, парком Пушкина, сейчас парк имени Штефана Чалмария. Так вот, там был когда-то Франц Кюон, садовник, немец. В общем, погиб он в 1909 году, когда был праздник такой, он назывался праздник Рост, на него упало дерево, и он погиб. Так его племянница, когда в 1940 году уехала в Германию, потом писала племяннику своей подруге, «Как я тоскую по Кишиневу, по запаху подсолнечного масла, запаху Бессарабии». Так вот, Сильвина сказала, запах винограда, Кишинев пах виноградом. Ну что, вот перед нами вот этот первый, вот тут сейчас находится наш исторический музей. Да. Тут была первая, знаменитая первая мужская гимназия. Ага. И тут ее директором был, первым директором был штабс-капитан, статский советник Иван Нелидов. И вот именно в это воскресенье была его могила на армянском кладбище была восстановлена, и военные капелланы ее осветили. А-а-а, как здорово. Вот Иван, а мучим сын Ивана Нелидова, тоже закончивший эту первую гимназию, был послом Российской империи во Франции. Ее закончил Сергей Лозон, знаменитый революционер. Ее закончил Гершинзон, русский этот писатель. Ее закончил Струве. То есть ее закончило огромное количество, Витте, который был премьер-министром Российской империи, закончил тоже гимназию. То есть это было потрясающее здание, которое ковало, как кузница кадров в Бессарабии была. Надо же. Это реплика, да, потому что в 1977 году, когда было землетрясение, то это здание пострадало, его решили поломать, и просто-напросто в нем построили реплику, но уже сделали как музей, сохранив некоторые вещи, как большие залы. Так вот, интересно, самое интересное. Ты знаешь такое слово «казенить»? Казенить? Нет, что это такое? Нет, потому что ты юная еще. Это Кишиневское слово «казенить» – прогуливать уроки. Почему? Это, потому что рассказал мне Марк Качук, Марк Евгеньевич, наш Кишиневский историк. Почему? Потому что вот тут находилась первая мужская гимназия, там находилась первая женская гимназия, а вот это был казенный сад. И ученики, когда прогуливали занятия, они шли в казенный сад, а они казенили. Так что, друзья, вот видите, как раньше красиво называлось. Вот это здание тоже было. По-моему, недавно они таблички, правда, поставили, потому что их не было. Да, это здание семинарии кишиневских. Учился Алексей Матьевич, да. Да, это здание кишиневской этой самой семинарии. Вот, то есть это вот остатки, будем говорить, старого Кишинева, который еще остался. Ну и сейчас мы идем в тот же самый казенный сад. Сразу посмотри, вот я тебе хочу показать, сразу осмотри ограду. Этой ограде почти 160 лет. Не надо же. Объясню, почему. Суть в том, что, вот мы уже говорили, что парк был заложен в 1818 году. Это была окраина Кишинева, потому что до Имперский Кишинев, до Имперский, когда сюда приехал в 1812 году, Кишинев заканчивался на улице Александру Челбу нынешней, улица нынешней Петру Рариш, где был музей, где сейчас музей Пушкина, улица Армянская и речка Бык. Это был Кишинев. То есть Кишинев заканчивался, идемте, пока машины остановились, Кишинев заканчивался на Александру Челбу. И когда пришла сюда Российская империя, тут улица была Московская, тут стал военный лагерь. И вот тут, и тут в 1813 году начали строить метрополию. Вот начали строить... Вот здесь? Да, вот тут нет, метрополию стали строить на месте Дома правительства. А-а-а. Строить метрополию, да. А вот тут как раз заложили тот самый знаменитый казенный сад. Вот. Значит, давайте мы сделаем так. Мы сейчас пройдем, я покажу, где начинается Пушкинская аллея. Давайте. Вот ограда. То есть, и вот когда этот парк был заложен, для того, чтобы... Ну, это окраина города, чтобы не ходили козы, овцы, коровы, его оградили сначала плетневой оградой. И там даже был такой указ, что если сюда зайдут какие-то козы и овцы, они будут конфискованы, и этой жизненностью кормили узников из Кишиневского острога. А-а-а, надо же. Да, вот дальше. Какая интересная. И вот, а потом ограду стали, хотели сделать деревянной. А-а-а. Сделали деревянную ограду. Но позже, когда деревянная ограда, потому что она приходила в негодность, решили сделать ее каменной. А-а-а. И тогда деревянный, делал был такой Зоушкевич, который, очень архитектор, Триуфальную арку проектировал. Но тут, на наше счастье, я так считаю, в Кишинево появился Александр Бернардаци. Да, это на счастье правда, да. Был такой Михаил Львович Фонтон-де-Верайон, которому предложили на рассмотрение проект ограды выполнения из чегуна, которая стоила дороже, чем деревянная и каменная. Ну, безусловно, конечно. Но Фонтон-де-Верайон принял правильное решение, и эту ограду стали отливать на заводе Фалька в Одессе. Ага. Отливали ее долго. Так. И потом сюда, вся ограда тысяча с чем-то метров, она вечно 54 тонны. То есть она с тех пор практически уже 160 лет. Мы меняли ее, да? Вот эта ограда, помнит Александр Бернардаци, Фонтон-де-Верайона. Надо же, друзья. То есть ей практически уже 160 лет. Прямо вот вы будете гулять в парке, можете прикоснуться к истории прямо в смысле. Это история, это история, да? В прямом смысле этого слова. 160 лет этой ограде. Так что тут какая-то энергетика, я думаю, сохранена. Видите, она прошла все войны. Все прошло. Да, так сколько событий произошло за эти годы. И эта ограда осталась. Вот таким образом. И вот. Как? По-твоему, ее привезли в Тищенев? В Тищеневе просто не было еще заводов. Ну, да. Где могли отливать? В Одессе на заводе Фалька. Так. Скажи, пожалуйста, как ее привезли в Тищенев, по-твоему? Поезд появился в 1871 году. Так, поездов еще не было. Не было. Их везли на такие штуки. Машин не было сейчас, естественно, да. Значит, я нашел, значит, 4 вола. Были такие тележки. Так. Такие, которые могли везти 2 тонны. Я думала, на тех животных, которые перелезали тогда через ограду, которые рисковали. Они двигались до 25 километров. Так. 20-25 километров. То есть ограду почти 10 дней везли с Одессы сюда. О, ну это же, представляете, 10 дней с Одессы. По идее, 27 таких коруц гружет, 4 вола. И вот эта коруца одна 10 дней едет в Тищенев. Потому что точно таким же образом на коруцах заставляли колокола в колокольню, построенные в 1840 году. Потому что их отливали в городе Измаиле и специально делали дорогу. Это даже сегодня мы, даже и задуматься, когда вы рассказываете, только тогда можно задуматься, что это еще привезти надо было. То есть сколько сложностей, сколько времени занимала дорога. Но все по-другому, да. Ну что ж, мы приходим. Александр, так в этой книге вы, получается, в своей сейчас о Кишиневе будете вот эти все истории рассказывать. Монументы и были казенного сада и его окрестностей. Потому что тот же вопрос. Мы многие вещи знаем с нескольких сторон, которые разные. И вот мы сейчас выходим к той самой знаменитой Пушкинской аллее. Да. Пушкинской аллее, которая... Вот тут уже сейчас находится аллея классиков, продолжение аллеи классиков. Мы к ней выйдем позже. Это уже в конце, после 1991 года стали устанавливать эти монументы. А вот это вот та знаменитая Пушкинская аллея, где когда-то росли липы. Это липовая Пушкинская аллея, по которой, по преданию, любил гулять Пушкин в черном сюртуке, в красной феське вместе с калипсией полихронии. Вот про то, что вы нам рассказывали. С калипсией полихронии, да. А, кстати, вот я еще хотела спросить, сколько у вас всего... Фесок? Фесок, да. Сколько фесок у вас всего? Штук пять есть разных. Штук пять есть, да. Да, то есть все-таки это уже тоже такая коллекция, можно сказать, что вы собираете фески, друзья. И вот тут представьте себе, вот по этой, по идее, по этой аллее любил гулять Пушкин. Вместе с калипсией полихронии и писать стихи. Между прочим, писал стихи от разных. Есть и он, Евгений Онегин, мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Это написано в Кишиневе. В Кишиневе. Может быть, даже на этой аллее он ходил, и эти строки ему пришли в голову именно тут. Возможно, да. Так что, друзья, кто, может, вам тоже, кто пишет стихи, будете гулять здесь, кто-то придет в голову. Написано знаменитой Гаврилиадой его. Мой человек интересный. Христос воскрес, моя Ревека. Сегодня следуй душой закону Бога человека. С тобой целуйся, ангел мой. Это тоже написано тут в Кишиневе. И вот мы сейчас выходим к малому кругу. Потому что вот как родилась идея памятника Пушкину. Директор нашего первого гимназия решили поставить Пушкину бюст. Решили поставить Пушкину бюст. Но получилась такая ситуация, что у них тогда не нашлось на это денег. Не нашлось на это денег. Сначала хотели поставить в актовом зале, потом уже поставить его хотели во дворе. А кончилось тем, что они обратились к городским головам знаменитый наш Карл Шмидт. Который решил, и тогда было решено, за казенные деньги, за тысячи... Обратились к Копикушину, который автор памятника Пушкину в Москве, потому что в Кишиневе. Это третий монумент в мире Пушкину. Первый был поставлен в Москве. А такой же, только это верхняя голова у нас. Второй был в Санкт-Петербурге, а третий уже в Кишиневе. И вот таким образом, если посмотреть, поставить памятника Пушкина в малом кругу около лавочки Канта и Цингера. Вот он, самый малый круг, где стоял памятник Пушкину тут. Что такое лавочка Канта и Цингера, я не знаю. Но это какая-то лавочка была, к Канту имеет отношение. Но вот тут именно в малом кругу стоял, пел сначала памятник Пушкина. А за ним находился вот тут, находился буфет Капмари. Капмари это фамилия. Это кто был? Владелец, он еще владелец кафе Капмари, буфет. И там, значит, в этом буфете были деликатесы. Тут в этом буфете подавали кефир в бутылочках. О, надо же, какие деликатесы. И тут еще продавался еврейский бальзам от Чишиневского провизора Лея Богиршковича. Это вот такие предания, насколько они верны, я не знаю. Но именно по преданию, что именно в этом буфете Капмари от Лея Богиршковича тут продавались, вот тут вот этот малый круг. Александр, а вот право заботиться, что деревья здесь очень старые, никаких лет связанных легенд. Это тоже про деревья, что тут вроде когда-то стояло дерево, потом сел Пушкин, я не знаю, я не готов утверждать, но в этой старой школе сюда. Ну, вы знаете, вполне возможно, что он какое-то дерево и посадил, если гулял много. Мы придем сейчас от этого малого круга, потому что тут Пушкин простоял, он был поставлен в 1885 году в памяти Пушкина. И тут он простоял в 1954 году, потому что его в 1954 году перенесли вот в это место, где он сейчас стоит, потому что там до 1952 года был павильон губернаторства, который находился во время, в 1942 году, тут была Бессарабская выставка, и тут был павильон губернаторства. И вот после войны в павильоне губернаторства был кинотеатр под названием «Родина», где было два зала, пока не починили кинотеатр «Патрию». И когда починили кинотеатр «Патрию», тогда это разломали. И тут вот, как пишут, что в районе тут стоял бюст Антонеску, и вместо бюст Антонеску поставили памятник Пушкина. Ходит предание, что когда Пушкин стоял в том, когда в 1949 году сюда приехал Антонеску, осчернили за блюдо, как памятник русскому поэту, что Антонеску сказал, что мы не воюем с поэтами. Это вот ходит тоже такая легенда, насколько она правдивая, не знаю. Ну вот мы выходим сейчас в самый большой круг, где стоит наш красивейший Кишиневский фонтан. Да, но перед тем, как про фонтан, давайте мы сделаем остановку и фотографию. Мы дошли до памятника Пушкину, поэтому мы делаем стоп и делаем фотографию, друзья, для социальных сетей, то потом вы скажете, гуляли по Кишиневу, а они сфотографировались. Тут снесли, тут был спортивный комплекс, где занимались боксеры, устали выставки цветов. Вот там в той аллее стоял когда-то памятник Ленину, между прочим. У нас очень много было садовых скульптур. Там олень был, который исчез. Мишка, правда, там стояли мишки, их перенесли. Там был очень интересный фонтан со змеей такой. Вот тут когда-то стоял... Так, вот на месте фонтана? Тут, вот тут, я не знаю точно, стоял памятник Богдану Петричейку Хашдеу, который сделал знаменитый наш Пламодиало. Потом его перенесли, сейчас находится в Румынии, этот памятник. То есть это вот. Что-то еще интересно, значит. Есть очень интересная фигура, которая... Там трое детей, которые держат шар на голове. Это оказывается тоже серийная скульптура, называется игра в пушбол. Я однако, что кронно сушил. Пушбол, да? Да, я не знаю, вот есть фильм 1960-го года, где указан этот памятник в парке. Но я не могу до сих пор найти это место, где это находилось. Вот, давайте, значит, это тут был до этого другой фонтан. Это где-то 57-й год фонтан был выстроен. Пока тоже некоторые вещи неизвестны. Вот, это до этого был другой фонтан, очень похожий, который был в парке Чичмиджи в Бухаресте. А вот мы сейчас приходим, интересно, к нашим хишедевским львам. Это потрясающая вещь, на которой фотографируется почти каждый кишиневец. Да. У всех кишиневцев есть фотография на этом льве. Сейчас сделаем остановку, друзья. Если у вас нет фотографии на льве, пожалуйста. Тогда мы с тобой фотографируемся прямо со львом. Прямо со львом? Да. Значит, этот лев, самое интересное, что вот эти львы, это есть римско-кишиневская легенда. Так, какая? Вот это львы, значит, оригинальные львы, находятся в Риме у папы римского Климента XIII работы знаменитого итальянского скульптора Антонио Кановой. И вот когда делали этих львов, подмастерья сказал... Давайте посмотрим вот сюда. Давайте, конечно. Подойдите, пожалуйста, посмотрим вот сюда. Значит, подмастерья стал говорить, тебе достанутся и деньги, и слава. Антон сказал, ты можешь сам себя, сам себя можешь увековечить. Фамилия подмастерья была элефант, и мы видим, что вот эта задняя часть льва похожа на голову слона. Вот это вот такая Кишиньевская легенда, что вот это вот... Это легенда римская. И вот эти львы находятся... Откуда они появились в Кишиньеве, никто не знает. Они появились в Кишиньеве в 1945 году на муниципальной выставке. Говорят, что их привезли с севера Молдавии. Там вроде бы они стояли на усадьбе Стамати. Теперь давайте подойдем к памятнику и Менеску. Давайте. Но, подожди, фото у львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова